Лента – это в тех контекстах, которые я слышал, просто граница, российско-украинская граница. Но так как я говорил всем, что я журналист, мне говорили, что вот что ты, мол, здесь делаешь. Вот езжай за ленточку, если ты на этом деньги зарабатываешь, то там ты столько всего наберешь. В общем, разбогатеешь. Прогатеешь. Свобода Украины – это их принцип. Хроники контрактников. Война России против Украины породила новый видеожанр, который условно можно назвать откровение российского солдата, его жены и мамы. Эти ролики потрясли гуманитарную общественность не только убийствами украинцев и отсутствием сомнений в необходимости так называемой спецоперации, но и взаимной жестокостью. Публика Ютьюба и ТикТока оказалась в сумрачном лесу, говоря словами Данте, и наблюдала результаты социально-антропологической катастрофы на примере отдельно взятых военнослужащих и их родников. Сегодня подкаст «18 плюс». Это монологи и диалоги военных, записанные журналистом и драматургом Евгением Педановым в апреле и мае в Белгородской области на границе с Украиной. Рабочий показ пьесы «Ленточка», собранный из полевых записей, прошел в Московском театре «Док». Пьеса записана в зале театра, поэтому мы предупреждаем, что качество звука не всегда будет совершенным. А также приносим свои извинения за нецензурную лексику. Это естественная речевая характеристика героев. Вот первый монолог. Автор пьесы встречается с местным военным. В провинции люди хотят любиться военным. Особенный пик был в 2014-2016 год. У нас 50% шли в военные училища. Это же государство службы, все стабильно. Поэтому все держатся карьерный рост. Знаете, какая средняя зарплата? 30. Я получаю 40 тысяч. Я имею высшее образование, у меня специальность экономической безопасности. Я хотел попасть в УБЭП, проходил практику и понял, что это мое вообще. С людьми не сталкиваетесь. У нас люди разношерстные. Иногда дежуришь, единственное время, когда можешь поспать, с двух до шести. Звонит идиот какой-то в два ночи. Я хочу убивать, пустите меня. Я говорю, сколько вам лет? 53. Ну, вы уже не подходите. Ну, я спокойным языком. Есть закон. Ну, не закон, а приказ мистер Морона. Ка, я там-то служил, там-то здесь служил. Почему? Где? Я говорю, есть закон, я согласовываюсь с ним в свои действия. Обращайтесь в МНК, ищите какие-то правильные пути. Я ополченцам, добровольцам. Мне капостировалось, капостировал. Я психанул, говорю, приезжай туда-туда-туда, выдадим тебе пулемет. Не знаю, приехал-не приехал. Ну, как это, с нормальными ситуациями. Мы тоже люди же. У всех разная психика. Звонят пьяные. Говорят, хочу вару, хочу контракт. Потом перезваниваешь на утро. Ну, что-то я это не готов. Говорит драматург и журналист Евгений Педанов. Все записи, но там не добавлено ни одного слова, задокументированные разговоры. Там были разные люди, скажем, солдатам. Им нравилось рассказывать. Не сказать, что гордились, но они легко делились историями, которые они видели, слышали. Показывали фотографии, видеозаписи. Наверное, когда связь с внешним миром ограничена, для них это было каким-то способом рассказать, что я есть. Я был там с ведущей телеграм-канала Марии Черевик. Вдвоем нам было гораздо проще. Если бы я был один, наверное, во мне бы чаще видели угрозу или не доверяли мне. Ну и солдаты, конечно, друг с другом они о другом говорят. О том, как провели время в клубе. У них обычные разговоры. Как общаются студенты, молодые люди. Обсуждают только друзей, кого где видел, кто кого поедет навестить. Обсуждают начальство. Представить, если человек на работе, вот кого он обсуждает. Начальника обсуждает своих коллег. Как провел пятницу, вечер пятницы. Если о первом герое говорить, то он не воевал, он просто служит в штабе, скажем так. Знает, ну как вообще ситуация обстоит сейчас в армии. Я просто там оставил какую-то его более личную историю про образование. С очень многими людьми говорил. Люди очень открыты. Но был парень, скажем, многодетный отец, который давно воюет в разных точках и, не знаю, все никак не может вернуться домой. У него с каждым разом детей все больше, а домой он не возвращается. Была девушка-солдата, которая рассказывала, что он уехал, они поссорились, а он уехал и ничего не сказал. Сейчас ее эвакуировали, его семью эвакуировали. Они там не могут вернуться в свой дом. По этим пунктам временного размещения кочуют. Он ей сказал, что вот его заставили, он должен был вернуться полгода назад, а его вроде как заставили подписать контракт. И он не возвращается. Ну а они там разговаривают вроде по телефону, но он там уже в другом мире, она говорит. И какой-то связи с той реальностью, в которой она живет, у него уже нет. Далее будет один из монологов контрактника, его реальность, Белгородская область. А вот мы сейчас живем в гостинице, пообедал, поужинал. Покушал, пообедал, поужинал. Что дальше? Какая траектория дальше? Город, а куда? Ходили, погуляли. Не нравится никому. Никаких автобусов. Наши привыкли. Двор, огород. Почему едут? Сегодня бабу убили, я в шоке. Какого хуя вы туда едете? Съездила, покормила она собак. Помидоры посадила. Она поехала покормить собак. Вещечки какие-то собрать. Она думала, да ничего не произойдет. Сука, я к ней во двор, прям эта хуета прилетела. И кого-нибудь убили. Она убил ее. Женщину. Вот сейчас иду, слышишь? Бух, бух, бух. А если бы сейчас туда поехали, там пизда-то. Да идиоты, блядь. Интересно. А вот и разговоры местных жителей. Прям, блядь, нужно посыраться. Не от этого, что стреляли? Ладно, это оттуда прилеты. С той стороны, с украинства. Наши что же? С подпосадки. Едешь пока. Тебе кажется, кто-то по тебе стреляет. Нет, это наша, куяк. Пушка, наверное, 12-метровая. Плафон на люстре. Куяк, поймете, блядь. Как вы заебали, а? На ебашек, блядь. Понимаешь? Это мы сейчас стоим, ебашек. А представляешь, они там стреляют. Что у них там? А я там полноушник. Что ты похуел? Давай, 333 и 4 пушки. Бу-бу-бу-бу-бу. 35-40 километров. Второй заряжает. Ребята, у них же люстры. Люстры, блядь. Два люстры, подумай. Дураки, блядь. Это же военные. Им похуел. Они что на полигоне, что здесь приехали. Издалека, к цвере. Ну, похуел. Иногда пролетит. Заборы дома разъедут четко. Второй монолог военного, он касается представлений об украинском противнике. Они все под наркотой. У меня просто очень много друзей военных, которые сейчас там, заляты. Они мне рассказывают, как это все это выглядит. Что все они под наркотой. Там очень мало купейцев. Там много наемных. Всяких разных. Италии, и арабы, и негры, и розы, и русские там есть. Там просто подморозь. Прямо, да, прям форшистские. Ну, какой-то гражданский. Не отличающий. Ему понравились такие, что против этой войны, да, я имею вот этот негативный плеск. Я, в принципе, у меня фотографические памятники лица. Я их сюда говорю. Я говорю, ребят, мне адекватно пойти. Они его начали забыскивать. Разделись, пластиком, пресс. Не автомат, а урез вот кастрюлю. То есть гражданское вооруженное сопротивление, как мы понимаем, жестоко карается. Насчет африканцев должна предупредить чувствительную публику, что это фейк, распространенный еще с чеченских войн. Обгоревший труп воспринимается как чернокожий. Вообще, в зоне смерти возникает много чудовищных слухов, часть которых вы сегодня услышите. А вот автор приходит в казарму, где от самоубийства сослуживца молодой солдат быстро переходит к личным делам. Кто-то повесился нахуй. Все вместе живем. Прикинь, там повесился. Сбать, бегли, хули, просыпаемся. На друбе, опа. Не знаю, по семейным обстоятельствам. Эт парнишка был взрослым мужиком. Под сорок был взрослым мужиком. Ты прикинь, был малолет какой-то. Как я там, 20-21. Сердечко ехнуло. На туалетной бумаге. Я прикалывался так, когда с девушкой тоже первый раз. Порукались первый раз. Пошел, ну, хопа. Зашел в туалет. Решел испугать туалетную бумагу. Она приходит, она смотрит на меня. Пиздец, блядь. Что, умрешь, да? Да. Она говорит, ты заебал, ты хуйню не страдать. Сейчас пойду, как с пятого этажа тоже. Я говорю, ты попробуй. Я не хотел так рисковать. А у меня была такая девушка, шебудная, блядь, пизда. Я вообще похуй был. Кули, поругаемся. Что-то обижаюсь. Сама обижается? Пиздец трудно обижается. А когда я обижаюсь? Че ты как баба обижаешься? Ты чмошник или че? Я говорю, сука, а? Я говорю, я домой. Она говорит, какой нахуй домой? Давай я еду готовить. Мясом, мясом. Че, покушали, заебись, похавал, полежать бы. Нет, надо играться же, кусаться, щипаться. Блядь, иди, пожалуйста. Она говорит, нет, сука. Я говорю, я хочу домой. А это время, кули мне оставалось, неделя. Я говорю, уснешь, съебусь нахуй. Она говорит, веревкой завяжу. Просыпаюсь, веревка в ноге, прикинь. Я просыпаюсь, спасать иду. Говорю, что за хуйня? В веревку, ты шутишь или что? Она говорит, ты куда сребываешь, зайка? Так влюбил меня жестко, пиздец. Мать тоже приходит, сука. Че, говорит, сына, как дела? Я говорю, запись, шамар. Говорит, тебя вармин забрать, да? Че, кем будешь вармин? Каким-нибудь чмошником, да, полипом будешь? Она говорит, ну нахуй, какой чмошник? Не правда ли? Этот рассказ напоминает видео переговоры военных с русскими мамами. Сейчас будет еще один монолог контрактника, записанный в поезде на Москву. Еще раз приносим наши извинения за нецензурную речь героя. Я к родителям приезжаю, я к родителям приезжаю, хули они должны приехать? Хайфануси. У меня, в общем, три айфона. Я начал с семерки, потом один с пром, с сестренки. С сестренки одна. Я люблю ее пиздец, только отцы разные у нас, мать одна. А, нико. Приеду сразу встретить меня, хули мне четыре, четыре мелкие, все девочки. Они мне звонят всегда, брат, денег надо, хочу это. Самая старшая? Я говорю, че надо? Говорю, я хочу себе планшет, карточку у сестры, купи я планшет. Через пару дней вторая звонит. Брат, хочу куклу. Я с сестры. Куклу? Поебать сколько? Пусть покупает. Вторая звонит, третья. Э, брат, машину хочу. Девочка, машину же хочешь? Сколько я на эту машину потратил? 160 потратил. Гоняет на гелики нах. А, бля, старшая-то ебать заебывает. Как я выйду в Россию на связь, брат. А одежду надо? Взрослым становится? Родители кошмаре, а не меня. Родители денег нет, а у тебя есть. Хуй с тобой, ладно. Че хочешь? Хочу типа новой джинсы. Цепочку хочу. Я такой, бля, только не золотую, сука. Они бабки мои, просто вот так. Старшенькая, которая, она знает, что и контрактник, и деньги есть, бабки есть. Она может прийти и сказать матери, отдай его карту. Она возьмет карточку, ей похуй, как ее выучили. Приходим в магазин, не родители выбирают ее, она сама себе выбирает. А карточка моя у нее, там было сколько? Не дань соврать, 300 тысяч. А она потратила 250 что ли. За 4 дня? Ебать, она чуть ларек весь. Материмся из них, материмся. Сейчас, говорит, пойдем кушать. Нет, я не хочу там, ресторан. Я хочу это. А я какой-нибудь суп простой возьму, даже официанка угорает. А пиздец у меня блатная. Знаю, такого бабки. Да хуя бабок потрачу. Только думаю, нахуя ты это сказала? Я заебуюсь, бля. Вообще пиздец кошмар там. Кошмарят, бля. Думаю, вы заебете мне, когда-нибудь сдохну нахуй. Ты, говорит, пока не умирай, ты нас не кидай. Она говорит, нет, это еще не все. Мы вернемся после объявлений. Гуманитарный коридор программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. Хроники контрактников Белгородская область Пьеса Евгения Педанова «Ленточка» в Московском театре ДОК Говорит драматург и журналист Евгений Педанов автор пьесы «Ленточка». Лента – это вот… Они называют это «Границу». Ну, «Граница», она, конечно, как, меняется. Но вот, насколько я, в тех контекстах, которые я слышал, это, ну, просто граница, российско-украинская граница. Ну, и там, ну, так как я говорил всем, что я журналист, мне говорили, что вот, что ты, мол, здесь делаешь? Езжай за «Ленточку», если ты на этом деньги зарабатываешь, то там ты столько всего наберешь, в общем, разбогатеешь. Ну, и все, все, конечно, ужасы войны там, все дети, которые там, они рассказывают, дерутся за еду. Что их самих, когда они возвращаются, удивляет, что там на поле боя африканцы лежат, и что они не понимают, с кем они воюют. Ну, и зачем они воюют, они тоже не понимают, зачем все это происходит. Но если их спрашиваешь, что ты там делаешь, они говорят, что пацаны там, поэтому и я. И говорят еще, что выбора нет. Один солдат говорил, что он против, не согласен, что у него есть голова на плечах, что у него уже седина появляется, что это все стенка на стенку, ну, в общем, какое-то ребячество. Но при этом пацаны там, а как я буду отсиживаться? Мне просто сложно говорить, потому что, допустим, я живу в Москве, и в Москве у меня все здесь. Я еще не видел ни одного солдата, например, из Москвы. Но даже у меня есть такой вопрос, почему я здесь, в Москве, например. И поэтому я прекрасно понимаю ребят, которые из каких-то регионов. Вот, кстати, герой как раз говорит из первого налога, что в Москве не понимают, как тут дела обстоят, что больше половины ребят, его сверстников, хотят быть военными, потому что это единственная тут стабильная оплачиваемая работа. Подписать контракт для многих это решение их каких-то житейских проблем, но и способ реализоваться и быть частью чего-то большего. Ну и когда все твои друзья едут, что тебе остается? Ну, что-то остается, но вот в их каком-то мире... Далее фрагмент пьесы «Ленточка». Монолог контрактника вернувшегося из зоны военных действий. Тема «Голод на оккупированных территориях». «Знаешь, какая еда? Хочется есть, жрать. Доехал, сука, хотелось выкладывать голоса. Дети под машину бросаются. Я человек, вот как сказать, я плачу, например, как называется? Сентиментально. Потому что нахуй это говно пьет. Ну, прикинь, человек как тетя, маленький. не нажалился, пережалился. Понты. Чё не так? Он тебе говорит, блядь, дай поесть. Еду, блядь, еда. На, сухари, блядь, возьми. ВСК, ЗЭшка, кошка. Любую хуйню тебя сотворил. На колени встанет. Мне нахуй всё, я еду, папа. Гречки такие вот, как тушёночные. Девочка маленькая берёт такую коробку и до дома тащит. дерутся за еду, блядь, вообще. Маленький дитёнок, прикинь, пять лет. Ну, коробок десять было. И сюда поехали, блядь, там, покрасаешь, что там творится. Это недалеко, недалеко, недалеко. Заедшь в Украину, просто проедшь пару метров. Потом, там, если ты опубликуешь, люди подумают, о, ебать, урод. Ну, там мульку я нету. Там мне страшно. Самая первая деревня, недалеко. Дети, блядь, сухо. Под машину так кидаются за еду, блядь. Этот рассказ перекликается со скрытым рефреном пьесы. Мясо, мясо, в России любят мясо. Но дадим слово гражданским лицам. История об автомобиле для сына и квартире. Раньше, когда он был совсем маленький, он первое слово сказал мне мама, а папа. Я повел горать. Но этот цикл у меня. Сейчас у меня международный. А я все выжил все свысоки. Все отдал сыну. Машинка была мечта. Это раньше было. В 80-е. Приехал на модной машинке. А сейчас кого-то удивишь. Сейчас у всех машина. Не знаю, мне говорит папа, поехали в Германию. А я не знаю. А я не могу продать. Потому что он там вырос. Тебе дом. Вот эту квартиру берегу. Другой стороны берегу. Говорит пап, я тебе сделаю все. Я знаю, что он сделает все. А с другой стороны не хочу. Не могу это объяснить. Там жил маму, папу. Он там родился. Никакой там бешен дом. Просто обычная квартира. комната. Ну, как раньше были. Были допродать. А вот еще один человек не готовый покинуть Белгородскую область. Вот я купил новый телефон. Сейчас волонтеры учат, как с ним пользоваться. Пришлось российскую карточку. Меня военные. Просто посадили в автобус. Не было выбора. У меня в Харькове квартира. Пришлось все бросить. Когда-то я жил в Ташкенте. Паспорт получал в Крыму. Потом поменяли все паспорта на украинский. А потом вот я уже в Харькове. Сейчас один. Там с детьми в Украине я остался. Когда началась карта, они говорят в Харькове и все закрыли. Я работал на маршрутном такси вне 72 года. Началась карта. Вот это все. Квартира в Харькове. Звонил соседу. Бомба упала и говорит И теперь монолог белгородского волонтера. 24 с утра же это началось. Посмотрели новости. Созвонили со всеми. И 25 как только уже 25 уже поехали на границу в 8 утра. Сначала брали все, что дома лежало. Все запасы там. Пошли к тем, тем. А потом все, уже едешь. Я каждый день дежурю там. Бросил работу практически. Ну не бросил забросил. Не проще я сам себя работаю. приезжали там люди с некоторыми знакомствами. А как же ваша жена на это смотрит? У нас много семейных. У нас закончились свои деньги, деньги знакомых, ценности, все, что можно отдать. Первые съемки мы сделали 2 апреля. Ну мы первое время не снимали, боялись. Боялись навредить. Когда люди приезжали, прямо отбирали телефоны, начинали удалять, потому что мы тогда рассуждали, это же интересно, с другой стороны, можно фильм снять. Представляете, минус 19, метель, 100 метров в секунду, ты стоишь в пушлате, в дождирике, что тебя не сдувало, снег, кто с флагом, кто руки обморожены, лицо обморожено, слезает. А эти приезжают, смотрят, блин, а вы стоите. Такие кадры интересные. А представляете, как это? Они на 8 марта цветами приехали на танки. Девчата приехали, что-то посмотрели, а я понял, потом поехали на танках, приехали на точку и всем дали. Там где-то три колонны приезжало, в разных разделениях. Фотки делали, солдаты делали фотографии. Мы фотографируем, себя мы фотографируем, а солдаты вот либо спина, либо балаклава. Некоторые говорят, а что ты меня задер? Ополченцы вообще не боятся. Зачем вы лицо стираете? Я вообще ТикТок веду. Первое время не было телефонов. Все равно. Это такой случай, как мне кажется, единичный. Понятно, что человек этот не хочет верить в реальность преступления в Буче. Дадим голос священнику. Все наши болезни идут от наших грехов. В первую очередь спаси себя сам. Научись жить в мире, в покое, в гармонии с Богом. Пытаешься как-то беседовать и зачастую люди тоже благодарят, хватишь на спасибо и как-то легче. Если человек видит перед собой грязь, он будет по уши в грязи. А если человек будет выше, то где-то грязь ему. Стараешься от человека наставить не то что. Научился видеть красоту окружающим. Потому что лукавый ты не спит, всегда искушает нас. Такое тяжелое темное состояние. Обстановка, если замечать вокруг себя нечистоту, то и сам видишь это нечистоте надо. Старе смотреть, вышло. Потому что человеческое заразилось нацизмом, фашизмом, который начало расстрелять не только какие-то гражданские муральные кодексы, но и духовную сущность человека. Не секретно для кого, что происходило на Украине с 2014 года и вот издевательства над ветеранами. Это переходит уже все границы. То, что происходило на Донбассе. Поэтому стараешься как бы искать в этом флюз. Потому что это рана. Рана большая в большом организме. Да, сейчас тяжело. В дальнейшем все хорошо, все нормально. Все у нас происходит в мире. Не просто так, по воле Всевышнего. Господь попустил в эту войну, а значит мы ее должны пережить, исправить свою шутку, измениться. И не искать, а изменить. Что-то кто-то вместо нас пришел волшебной палочкой, как Гарри Поттер. Смотрите, большевики пришли к власти, страна начала погружаться в какой-то хаос. Одна безбожность, вторая безбожная пятилетка. Первый голодомор, второй голодомор. И что? Отходить от Бога. Начали каяться то, что убили царя, то, что разрушили церковь. Пошло возрождение. И Россия начала подниматься колени. Если мы не покаемся, начнем оказывать любовь, то ничего хорошего надо стараться. Больше любви, больше заботы. Господь говорит, я знаю, что есть мои дети. Да, отец может наказать. Ребенок приходит, папа вам простиг. Все равно отец мать обнимает, целует. Все нормально. Так жили здесь взрослые люди более осознанно. Молодежи как-то по поверхности. Может это и к лучшему, что по поверхности. Может быть, мы не знаем. Заключительный текст Евгения Педанова, автора пьесы «Ленточка». Рабочий показ в театре ДОК. Я, наверное, хотел бы быть ближе ко всему, что происходит. Поэтому я, собственно, и поехал в Белгородскую область. Я довольно так наивно ехал, взял с собой камеру. Думал снимать документальное кино. Но после нескольких встреч камера, в общем, там, конечно, с ней не покатаешься. Но есть ощущение беды, и есть какая-то потеря смысла всего, чем ты занимался до этого. Я отдаю себе отчет и разговариваю об этом и с героями, и с близкими. Но фокус моего внимания не на политике. Я не имею доступа к людям, с которыми я мог бы откровенно поговорить, с теми людьми, которые принимают решения. Я поэтому не могу, ну и не хотел бы интерпретировать в таком ключе добра и стыда, вины и прочего. У меня был случай, я готовил спектакль из этих историй и позвал выпускников ГИТИСа, я хотел, чтобы они там пели. Это было что-то вроде открытого микрофона и там было множество историй. Моя была в самом конце и они не смогли усидеть там и 15 минут. Очень быстро ушли просто потому, что безапелляционность в отсуждении и какое-то не знаю. Ну, в общем, я хотел бы, чтобы то, что вот у вас есть, это рабочий показ был, но вот если будет спектакль, чтобы его могли смотреть все люди, а не только те, кто занимает какую-то одну позицию, пусть даже близкую мне. Хроники контрактников «Белгородская область», пьеса Евгения Педанова «Ленточка» в Московском театре ДОК. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе подкасты. Пока-пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова